Ультрабук Lenovo предлагает две модели U310 и U410, младшая с диагональю 13,3 дюйма, старшая 14. Шаг 0,7 дюйма для пользователей незаметен, но увеличение диагонали производителей, скорее всего, подтолкнула начинка модели U410. В моем случае это Intel Core i5 1,7 ГГц с 4 ГБ оператива, жесткий диск на полтерабайта и дополнительный SSD на 32. Видеокарта GeForce 610M с гигабайтом памяти. Производители утверждают, что этот ультрабук с игровыми возможностями. Комфортно играть в Battlefield 3, конечно, не получится, а вот менее требовательные игры Lenovo вполне потянет. В компактной клавиатуре U410 придется привыкнуть. Клавиши небольшие, с тугим ходом и расположены достаточно близко друг к другу. Однако здесь клавиатура работает не только как устройство ввода. Через специальные пропилы под клавишами QWSD происходит забор воздуха для охлаждения. То есть, если вы поставите ультрабук на диван, то мощность его не снизится. Производители заявляют, что концепция ультрабуков Lenovo это книга. Он похож на нее и его также легко можно открыть и читать. Не знаю насчет книги, но это точно неплохой альбом. Верхняя крышка довольно прочная и нажатием поддается неохотно, а вот нижняя достаточно тонкая продавливается, как только вы берете ультрабук одной рукой. Кстати, здесь еще неплохо продавливается и клавиатура, особенно в центре. Там же она неплохо и нагревается при долгой работе. Понятно, что DVD-привода в ультрабуках Lenovo нет, хотя теоретически в U410 он мог бы быть. Зато есть 4 USB-порта, 2 из которых поддерживают технологию 3.0. Карт-ридер, HDMI-выход и LAN-разъем. Батарея рассчитана на 9 часов активной работы, но на самом деле в режиме серфинга по интернету и прослушивания музыки у меня получилось чуть меньше 8. Если вы соберетесь покупать ультрабуки Lenovo, то младшая модель U310 будет стоить от 27 тысяч рублей, а вот это 410M от 30. Для такого ультрабука это вполне приличная цена. Если вы хотите компактный, приятный на ощупь ноутбук, который можно носить с собой, хотя U410 легкими не назовешь, то стоит присмотреться к ультрабукам Lenovo. У них неплохой дизайн и хорошие характеристики, и если же вам по каким-то причинам не подходит именно Lenovo, то присмотритесь к Toshiba Satellite U840 или Samsung 530U. Но Lenovo лично меня приятно удивили, хотя все это неспроста. Качественную и недорогую технику могут себе позволить только крупнейшие производители. Аналитики IT-рынка прогнозируют, что при сохранении текущих темпов развития и продаж китайская компания Lenovo в третьем-четвертом квартале этого года или начале следующего станет крупнейшим производителем персональных компьютеров, обогнав HP, и это вполне ожидаемый результат.